Продолжение следует... Ровно год. Уже прыгает 7 метров. Начинал, как и все новички, с полуметровой высоты. Попал в этот вид спорта случайно. Ранее Даниил занимался спортивной гимнастикой. Для укрепления организма мама привела его на плавание. Но спортсмен сдал выступительные нормативы и сейчас занимается прыжками в воду. Уже трижды выступал на соревнованиях. Цель на любом турнире всегда одна. Чтобы у меня все получилось и не расстроить любовь к герману. Мама меня поддерживает, мне легче выступать на соревнованиях. Страшно, конечно, смотришь, когда он прыгает с 7 метровки, с 5 метровки. Это очень страшно. А на него смотришь, у него никакого страха, испуга нет. Тренирует астраханских ребят волгоградский специалист Любовь Никитина. В прошлом она член сборной России, призер чемпионата Европы. Тренером работает с 2009 года. Как рассказала Любовь, желающих заниматься прыжками в воду в Астрахани много, но берут заниматься не всех. Очень большое значение имеют природные данные и возраст. Ребенок должен быть не старше 7 лет и высокого роста и крепкого телосложения. Когда ребенок приходит на водный экзамен, ему предлагается сделать небольшой комплекс упражнений на гибкость, выносливость. Начинается подтягивать на 7 раз по перекладке. Поднимание ног под ногой перекладки. Есть разные способы для мотивации юных прыгунов. Вышка дается не всем и не сразу. На первом году тренировок здесь учат плавать. Параллельно дети занимаются в акробатическом зале. Основные элементы отрабатываются именно там. Именно поэтому зал с батутами и акробатической дорожкой должен располагаться рядом с бассейном. В Астрахани, например, это не так. Когда дети учатся каким-то новым элементом, им легче пронести это, грубо говоря, через 5 минут выполнить это на воде, нежели они будут на следующий день или через неделю это делать. Или это зал, мы арендуем у батутистов. Только после занятий на батуте тренер допускает детей к прыжкам в воду. Астраханские прыганы в воду уже пробуют себя на межрегиональном уровне. Пробными соревнованиями для наших атлетов стал турнир в Волгограде. Ребята выполнили первый юношеский разряд и завоевали две медали – серебро и бронзу. Там просто надо сосредоточиться и выполнить все хорошо. В следующих для наших ребят соревнованиях примут участие уже 5 астраханских прыгунов. Вполне возможно, что эта цифра будет и больше. Турнир пройдет этой осенью в Пензе. Александр Вострикова, Тимофей Кухарчук, Новости 24, Астрахань.